Напряженным складывается текущий год для татарстанской экономики. Об этом сегодня заявили на совещании в Доме правительства по консолидированному бюджету. Снижение идет по основным показателям, однако не все можно списать на сложную экономическую ситуацию в Европе. Есть над чем поработать и налоговикам, и финансистам, считают в прокуратуре Татарстана. Год непростой, и в ближайшее время мы не знаем, как все будет происходить. В начале встречи озвучили тревожные цифры. Идет снижение индекса промышленного производства, темпов строительства и оборота розничной торговли. Сказалось, сложная экономическая ситуация в Европе. Поэтому надо строить работу так, чтобы не было серьезных упущений, заявил президент. А приоритет экономической политики – поддержка отечественного производителя. Надо расширять возможности внутреннего рынка. Понятно, что 50% нашей промышленной продукции уходит за пределы. Тем не менее, мы должны стимулировать, чтобы наша промышленность помогает продвигать продукцию. Особо поручили поработать с налогом на прибыль. В этом полугодии он снизился на 24%. Деньги немалые – более 7 миллиардов рублей. Отрицательная динамика в нефтедобыче, машиностроении, химии, нефтехимии, транспортной и финансовых отраслях. Отчасти из-за изменения цен. В то же время выросла нагрузка на доходную часть казны. Поэтому ведомства призвали к экономии. Покупать дорогие машины, дорогие свои прихоти, пока надо с этим повременить. Потом остатки на складах. Что это такое? Оборудование купили на складах. Вот по Минздраву. Пример министрам мне говорит, надо им компьютеры дать. У них полные склады, а эти техники, которые они не установили по срокам. Что мы их будем поощрять таким образом. Всего в этом полугодии в консолидированный бюджет поступило 89,5 миллиардов рублей – половина годового плана. Срывов пока нет. Зарплата, пособия, финансирование объектов здравоохранения и социальной сферы идёт вовремя. Но общая ситуация тревожная. Растёт задолженность по налоговым поступлениям. Уже более 8 миллиардов рублей. А поступления в бюджет, наоборот, падают. Только ли состояние экономики в этом виновата? Если резервы в работе, практика прокурорского надзора показывает, что есть. В этом году активность налоговых органов упала в три раза. Как пример, прокурор привёл случай, когда по адресу одного из деревенских домиков числилось аж 450 организаций. После обращения в налоговую их число снизилось на 20, но остальные иные не там. Рустам Мениханов призвал разобраться по каждому случаю и жёстко бороться с фирмами-однодневками. Год предстоит непростой, работать нужно активнее, подытожил он. Василия Хузина, Вести, Татарстан.